Системная помощь. В Самаре подписали соглашение между МФЦ и Центром поиска пропавших людей. Центр поиска – это ресурсный и учебный центр для добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В работе центра участвуют опытные поисковики, ставшие инструкторами, готовыми делиться своим опытом и знаниями со всеми, кто желает стать частью поискового отряда. Специалисты отмечают, объявить о пропаже человека важно как можно скорее. Ждать трое суток не нужно. Практика показывает, самые результативные поиски происходят в первые часы после исчезновения человека. Вся сеть МФЦ «Самарская область» будет участвовать в информировании о пропавших людях, ну и приложив все силы для быстрого и оперативного поиска граждан. Мы открываем для коллег возможность получить доступ к нашим информационным площадкам в соцсетях. В социальных сетях работает 38 площадок. Также информация о тех, кто пропал, будет размещена и в офисах МФЦ. Сотрудники пройдут специальное обучение. Им расскажут, как в потоке людей определить дезориентированного человека и грамотно оказать ему помощь. Подписанное соглашение с МФЦ нам открывает возможности более оперативного оповещения людей о поиске без вести пропавших, потому что самое важное, что для нас есть, это время. Центр поиска разрабатывает собственные проекты для обучения поисковиков алгоритмам действия в разных жизненных ситуациях. Один из них носит название «Первая помощь. Я смогу тебе помочь». Оказать квалифицированную медицинскую помощь – дело врачей. Задача добровольцев – научиться выполнять простые действия до приезда медиков. Ведь зачастую именно они помогают спасти жизнь человеку. Их волонтеры отрабатывают на манекене. Елена Прокофьева в поисковом отряде уже больше года. Уверена, такая практика поможет не растеряться в случае ЧП. Какие-то навыки, безусловно, вспомнить. Потому что механическая память у человека обычно хорошая. Да, будет стрессовая ситуация, да, что-то там забудется, но в целом, я думаю, информация, безусловно, нужная. Сразу бросаться на помощь не стоит. Важно смотреться и убедиться, что вашей жизни ничего не угрожает. Затем подойти к человеку и проверить его дыхание. Поднимаем подбородок так, чтобы нос смотрел под 90 градусов к небу. Тем самым открываем дыхательные пути. С щекой наклоняемся, считаем до 10, смотрим на грудную клетку. Грудная клетка будет приподниматься, с щекой вы сможете почувствовать дыхание. Соответственно, ух мы услышите. За 10 секунд человек должен сделать 2-3 вдоха. По словам специалистов, не нужно пытаться измерить пульс или перемещать пострадавшего. Важно как можно скорее вызвать скорую помощь. В этом году Центр поиска пропавших людей Самарской области стал победителем первого конкурса Фонда президентских грантов с другим своим проектом «Будь с нами 2024». Следить за проектами, читать отчеты о поисковых работах, записаться на обучающие курсы, волонтеры приглашают всех желающих в своих соцсетях. Полина Чулякова, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.